В бое вновь активизировались мошенники. Граждане становятся жертвами все тех же обманных историй. Правда, преступники теперь все чаще звонят не только на сотовы, но и на домашние телефоны. Делается это для того, чтобы попасть к пенсионерам, которых, как, наверное, считают злоумышленники, легче обмануть. По телефону доверчивым людям сообщается, что их родственник попал в беду или что чаще совершил правонарушение. И чтобы его не судили, необходимо за это заплатить. Как правило, в переживаниях и эмоциях люди не оценивают трезво ситуацию и бегут к банковским терминалам переводить деньги на незнакомые телефонные номера и карты. В настоящее время участвуют в случае мошеннических действий в отношении граждан города Буя и Будькова района. В настоящее время у нас зарегистрированы три преступления, совершенные в отношении граждан города Буя. И буквально вчера обратился гражданин с Чухонского района, который также был обманут мошенниками. Также у нас распространено в последнее время покупка авто-мото-транспорта, либо различных вещей на сайтах Авито и Автору. То есть это по покупке авто-мото-транспорта. То есть потерпевший также смотрит объявления. То есть понравилась ему определенная автомашина. Он созванивается с продавцом, где продавец. Говорит, что да, он продает данную автомашину. Но так как у него очень много покупателей на данную машину, он просит произвести предоплату. Ну, как правило, это где-то 50% от стоимости автомашины. То есть либо под предлогом он говорит, ему нужно оплатить срочно деньги, покупка земельного участка не хватает на дом. То есть разными способами, где потерпевший переводит денежные средства также на мобильные, то есть на абонентские номера сотовых операторов, либо на банковскую карту, где в последующем выезжают, чтобы доплатить оставшуюся сумму и забрать автомашину. Но приезжая на место, то есть ни продавца, ни автомашины нет. В последующем, когда уже возвращаются домой, уже данное объявление с сайта удалено, и обращаются к нам в полицию. Данная категория преступлений расследуется очень долго. То есть, как правило, мошенники запутывают свои следы. То есть различные банковские карты, мобильные телефоны, то есть они их меняют, либо оформленные на других лиц, которые могут даже уже быть и не в живых, то есть умершие, и отследить данный путь денежных средств, куда они ушли, довольно проблематично. Если вы не просто, что называется, сидите в интернете с помощью мобильного телефона, а еще и скачиваете оттуда различные программы, то услуга «Мобильный банк», если вы таковою пользуетесь, может заразиться вирусом и вы лишитесь денежных средств. Сейчас у нас распространена такая услуга, как «Мобильный банк», это в Сбербанках. И данное мошенничество подвержено смартфонам, которые поддерживают операционную систему Android. То есть, также потерпевший, ничего не подразумевая, пользуется своим сотовым телефоном, заходит на различные сайты интернетовские, он скачивает себе программное обеспечение, где, может быть, не подразумевая о том, скачивает на свой мобильный телефон, программу, которая работает автоматически, вне зависимости от хозяина телефона. То есть, к нему поступает смс с 900, который он совершает покупки, либо снятие денег в средств, но данный смс уже приходит непосредственно к лицу тому, который данную вирусную программу запустил. То есть, потерпевший совершает покупки, а смс уходит непосредственно другому человеку. Также в последующем он дает этой программе команду мобильному банку, где мобильный банк запрашивает логин, пароль, он сам уже пользуется через средства интернета данной банковской картой, где в последующем снимает денежные средства у потерпевших. Нам тоже как бы отследить данный вид довольно проблематично. То есть, в настоящее время, какой именно программой пользуются, у нас не установлено. То есть, это у нас сотовые телефоны направляются в город Москву, в лабораторию Касперского, где вот экспертиза проходит порядка 8-9 месяцев. То есть, это очень долго узнать, куда все-таки ушли деньги на средства. Еще один способ мошенничества – блокирование банковских карт, о чем потенциальной жертве сообщает смс. Чтобы карту якобы разблокировать, необходимо связаться с банком по телефону. Потерпевший звонит по указанному номеру телефона, где ему говорят, что да, в действительности, ваша банковская карта заблокирована под угрозой вирусной атаки, либо по сечению срока давности, либо по различным другим основаниям, где необходимо подойти к банкомату. Потерпевший приходит к банкомату, пытается разблокировать банковскую карту, которой им дают указание, что нажать, и денежные средства уходят. То есть, также каждый владелец банковской карты на обороте имеется телефон горячей линии. То есть, если вам пришла такая данная смс, необходимо взять банковскую карту и позвонить по телефону горячей линии. То есть, там, в принципе, вас спросят ваши паспортные данные, номер банковской карты, и где вам скажут, что данная банковская карта у вас не заблокирована. Сложность в наказании мошенников, да и вообще в установлении лиц, совершающих мошеннические действия, состоит в том, что они, как правило, проживают в других регионах. Хотелось обратиться к гражданам города Буя, чтобы не быть такими доверчивыми. В принципе, и по покупке авто, мототранспорта на сайтах правообладатели пишут, чтобы ни в коем случае не произносить предоплату. То есть, непосредственно деньги передавать живому человеку. То есть, приехать на место, посмотреть авто, мототранспорт, который вы хотите приобрести, и в последующем уже произведить расчет за данный купленный товар. По поводу мошеннических действий попал родственник в беду. То есть, как бы вести, выслушать того человека, который вам позвонил. Все-таки отключиться, потому что, как правило, данный подозреваемый, ну или как называется, жулик, как сказать, он все равно ведет человека до самого банкомата. То есть, он просит не отключаться, ведет до самого банкомата, где производит манипуляции непосредственно с банковской картой либо по переводу денежных средств. То есть, отключиться, позвонить, все-таки попробовать своему родственнику, внуку, сыну, поинтересоваться, где он находится. Как правило, потому что после перевода денежных средств они начинают звонить родственникам, а родственник находится дома, вот с ним все нормально, то есть, он в никакую беду не попадал. То есть, адекватно оценивать обстановку. Ну, в принципе, держать себя сдержанно. Может быть, если даже в первый раз получается так, что сын или внук, там, или дочь не берет трубку, то есть, позвонить, с кем он проживает. То есть, если сын проживает с женой, то позвонить жене, спросить, поинтересоваться, где он находится. То есть, ну, всякое бывает. Может быть, с первого раза родственник не возьмет трубку. То есть, выходить на близ проживающих родственников, которые могут сообщить, где он все-таки находится. Самое главное, что советуют стражи порядка, не поддаваться панике при любых сообщениях. Мошенники рассчитывают на замешательство человека и с помощью психологических приемов под давлением могут довести его до неверных действий. Необходимо стараться сохранять спокойствие, помнить о фактах мошенничества и проверять любую поступающую информацию. Только так можно обезопасить себя. От мошенников.